В одной из наших недавних передач мы рассказывали о благотворительной акции, которую инициировали пинские организации общественных объединений «Белая Русь» и «Белорусский союз женщин». В рамках марафона поддержки они закупили и передали медучреждениям города дезинфицирующие растворы, средства защиты, а также очень необходимые рециркуляторы воздуха. Но на этом благие дела не заканчиваются. Продолжение темы в материале Ирины Иванцовой. Ковид-19. Еще пару месяцев назад мы и не знали об этой коварной инфекции. Теперь название грозного вируса на слуху у каждого. Мы изучаем любую информацию, которая так или иначе связана с коронавирусом. Следуем советам врачей и стараемся избежать заражения. Все для того, чтобы обезопасить свой организм от вредных последствий заражения. А еще, чтобы не добавить работы медикам, которые в эти дни без выходных и праздников остаются на передовой, оказывая помощь больным. Многие неравнодушные пинчане посчитали нужным оказать помощь самим врачам и медсестрам, чтобы хоть как-то облегчить их работу и быт. В их числе и члены общественного объединения «Белорусский союз женщин». Мы уже оказывали небольшое содействие для пинской больницы и продолжаем участие в нашей республиканской акции «Марафон поддержки». И вот на сегодняшний день первичная организация города Пинска по-разному откликнулась на участие в этой акции. Первичка БСЖ, ЖРЭ у города Пинска, перечислила на республиканский счет организации почти тысячу рублей. Женщины комбината хлебопродуктов, хлебозавода, мясокомбината, женколлективы РСУ, средней школы номер один, аграрного технологического и аграрно-технического колледжей и многие другие приобрели продуктовые наборы и средства гигиены и передали их медикам городской больницы. К ним присоединяется все больше неравнодушных пинчан. От себя лично я хотела бы сказать огромное спасибо, что в городе люди есть очень добрые. Таких массовых акций, конечно, не было, но лично каждое отделение имеет своих друзей, своих спонсоров, своих каких-то знакомых. Допустим, в моем отделении благодаря друзьям была приобретена стиральная машина, в которой мы очень нуждались, так как нас еще пока мы ходим домой, но живем отдельно все, поэтому вещи очень удобно постирать на работе. Хотелось бы, конечно, если можно назвать фамилии, вот это Полховский Олег из Оснежиц, предприниматель частный, который вообще никогда в беде не оставляет, Сележицкий Игорь, Саша Головин, это замдиректора теплосетей. Я им просто очень благодарна. А то, что Союз Женщин не оставил бы женщин, это понятно. Наша больница и вся медицина, и все наши медицинские работники выражают огромную, огромную благодарность всем, всем пинчанам, которые нам сегодня помогают. Это говорит о том, что мы вместе. Раз мы вместе, значит, мы скоро победим. Вот и все. Большое вам всем спасибо. Такие же наборы активисты Белорусского Союза Женщин передали и в лечебно-диагностический центр, который временно стал домом для медиков. В это непростое время они, чтобы избежать возможного заражения коронавирусом и оградить своих родных и близких от этого, поселились в гостинице. Кофе, чай, сладости, средства гигиены им будут как нельзя кстати. Это очень скромное наше участие, но с большой душой, с большим сердцем, с уважением к нашим врачам. И, конечно, от имени Пинской городской организации мы бы хотели показать пример, что данная ситуация воспитывает в каждом человеке, а женщины должны пример показать, на мой взгляд, два качества. Это первое, ответственность каждого человека за свое поведение и за то, что мы в ответе не только за себя, а за тех, кто находится рядом. От имени Пинской городской организации я еще раз обращаюсь ко всем пинчанам и гостям нашего города. Будьте бдительны, выполняйте все рекомендации Министерства здравоохранения, и мы все будем здоровы. И очень скоро мы вместе будем праздновать победу, будем участвовать в массовых мероприятиях. И Пинская городская организация Белорусского союза женщин всем нам этого желает. Продолжение следует...